И в конце выпуска о спорте. В Махачкале в школе дзюдо имени Магомеда Джафарова завершаются совместные учебно-тренировочные сборы местных воспитанников с представителями спортивных школ Южного Дагестана и Киргизии. За ходом в одну из тренировок наблюдал Дан Шугом. Школа дзюдо имени Магомеда Джафарова известна не только у нас в стране, но и за ее пределами. Несмотря на относительную молодость, школа уже может похвастать как и сильным составом тренеров, так и известными спортсменами. А у местного спортивного зала нет аналогов на всем Северном Кавказе. Гамба была у нас, у нас был Василий Васильевич Анисимов, нам проезжал на открытый депутат Государственной Думы Курбан Валентин Анялович, наш министр спорта Магомед Високович. Да, они оценили зал. Зал они оценили, да. Учебно-тренировочные сборы – это необходимый обмен опытом и, конечно же, что особо важно – это общение. Все-таки советская школа, именно советская школа дзюдо и советские даже методы воспитания, они не утрачены, то есть нельзя забывать их. Ну а отличия, естественно, скажу, что у нас, во-первых, это азиатская школа, она отличается от европейской, поэтому борьба немножко другая, стиль борьбы другой. После долгого перерыва в спортивной карьере, связанной с травмой, в строй возвращается четырехкратный чемпион России под дзюдо среди слабовидящих спортсменов Зубаир Мирзоев. И совместные занятия со спортсменом из Киргизстана для него оказались, кажется, как никогда кстати. Пока планы только войти в форму, а так, наверное, в следующем году на Дагестане побольше. Сборы воспитников школы дзюдо имени Магомеда Джафарова Южного Дагестана и Киргизстана пройдут по 4 декабря. Дан Шугом, Руслан Гаджиев, Рамазан Амаров. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин